Армянские провокации в Карабахе вновь приняли регулярный характер. Позиции азербайджанской армии подвергаются обстрелам. Таким образом, страна-агрессор Армения пытается препятствовать процессу восстановления освобожденных территорий. Российский миротворческий контингент не может обеспечить соблюдение режима прекращения огня. Бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфигаров уверен, армянская сторона старается спровоцировать напряженность между российскими и азербайджанскими военными. Ели вам хочет воспользоваться ситуацией в Украине и межнародным давлением, оказываемым на Россию. На этом фоне представляется практически неизбежным сокращение внимания и может быть даже закрытие целого ряда так называемых политических имиджевых проектов России, даже военно-политических проектов. И, несомненно, одним из первых под сокращение, скажем так, попадает вот этот проект российского миротворчества в Карабахе. Очевидно, что сигналы для этого уже получены и у армян, так сказать, такие сигналы есть. Уверен, что и Волков тоже напоследок решил заработать какие-то денежки для себя в личном плане. Речь идет о нынешнем командующем, российским миротворческим контингентом Андрею Волкове. Он является открытым сторонником армянских сепаратистов, сообщает портал Калиберас. По информации информационного ресурса, Волков уже обзавелся собственными бизнес-интересами в Карабахе. Российский генерал оказывает регулярные услуги по контрабанде. Армянская сторона всячески использует генерала в своих корыстных целях. Армянская тактика и армянская стратегия, она, так сказать, остается неизменной. Спровоцировать вот эти вот проблемные моменты в российско-азербайджанских отношениях и на этом фоне, так сказать, выглядеть как некими такими хорошими, ну скажем, подопечными, если можно так сказать. Более того, я думаю, что осознавая неизбежность ухода вот этого миротворческого контингента из Карабаха, армянская сторона хочет, чтобы этот уход проходил вот в такой конфликтной, в таком конфликтном фоне для того, чтобы для себя получить какие-то преференции. Мы понимаем, что АРАИК и компания, они понимают, что они не останутся, потому что их руки запятнаны кровью мирного населения во время войны. Ранее портал Калиберас сообщил, что командующий российским миротворческим контингентом Андрей Волков испытывает личную неприять к азербайджанцам. Причиной называется спецоперация азербайджанской армии по нейтрализации группы армянских диверсантов в декабре 2020 года. Тогда бандформирования Армении попытались закрепиться в нескольких селах, рассчитывая на помощь генерала Волкова. Тот лично приехал в зону проведения операции вооруженных сил Азербайджана и попытался ее пресечь. Церемониться с ним никто не стал. Андрей Волков был взят в окрушение. Ему сделали предупреждение, больше не надо вмешиваться от них в свои дела.